Константинович, у меня, в принципе, один такой глобальный вопрос. Выборы, а точнее переизбрание Путина в Российской Федерации, повлияет ли каким-то образом на внутриполитический процесс в России, в том числе на появление, возможно, оппозиции реальной? Повлияет ли на войну в Украине и повлияет ли на геополитическую ситуацию в нашем регионе? Ну, на ситуацию внутри России мало повлияет. Это авторитарный режим. И, в общем, эти выборы – это просто укрепление режима. Оппозиция в сегодняшних условиях преследуется. В России репрессии довольно эффективные, серьезные. И, ну, некоторые неосторожные, так мягко скажем, если не сказать провокационные действия той части оппозиции, которой на самом деле оппозицией не является. Это просто имитация оппозиционной деятельности, вот навальнисты. Их провокационные действия усиливают репрессии. Знаете, вот это заявление от имени навальнистов, от которого, кстати говоря, они не отказались. Навальнисты – террористы. Если вы знаете, было сделано заявление, что мы начнем взрывать участки. Вот, ну, это… Ну, это был взрыв на одном из участков, правда, неизвестно, никто не взял на себя ответственность. Скорее игра в пользу спецслужб российских, которые там вот предупреждают посвольство о террористических атаках, усиливают репрессии, арестовывают. Просто людей, которые к этому призыву прислушались прийти в девять часов и постоять. Но уже только ленивый не поиздевался над этим призывом Юлии Навальной прийти и постоять, чтобы они увидели, как нас много. Они очень хорошо знают, как нас много. У них очень точная социология, экспертиза у спецслужб российских. Традиционно вся эта кампания, которую они проводят, пропагандистская, она очень эффективна. Ну, надо просто явку сделать, как бы то, что и добивается режим, повысить явку на выборах. Ну, вот мы с вами поговорили об этом, об этом мы не говорили еще о явке. Ну, это побочный эффект, очень полезный для Путина, для власти, обеспечить явку, то есть создать картинку. Хотя им это не очень нужно, они растянули выборы на три дня. Хотя, как вы понимаете, те, кто проводят эти выборы, они, безусловно, на стороне Путина. Они принадлежат группе, которую мы называем, ну, административной группой. Вот. Но все равно, даже в их среде информация о том, что это фиктивные выборы, даже эта информация, ну, опасна для Кремля. Возвращаясь к вопросу, все-таки, последствий, как для, скажем так, внешних последствий. Для войны в Украине, для, ну, в целом, геополитической ситуации. То есть выборы как-то повлияют, вот эта формальная легитимация режима, как-то повлияет на другие страны. Может быть, придет осознание того, что, наконец-то, что этот режим нельзя поменять никаким путем, кроме силового. Путин выполняет формальные обязательства перед Западом, перед мировым сообществом. Значит, выборы происходят, тем не менее, формально. Значит, все все прекрасно понимают. Вот, но, тем не менее, формально он все это дело выполняет. Вот, и, ну, все как в Советском Союзе, понимаете. Пропаганда называла демократию западную буржуазной демократией, а демократию советскую она называла народной демократией. Вот, и в противовес буржуазной демократией, народной демократией, когда выбор происходит из одного человека, вот, она, тем не менее, считалась лучшей формой демократии. Уж никакие деньги не влияли на результаты выборов граждан. Вот, ну, то же самое, примерно, делает Путин. То, что касается Украины, это отдельный вопрос. Мне кажется, что я об этом предупреждаю. Мне кажется, что завершение цикла вот этого избирательного, ну, в некотором смысле, развязывает Путина руки. И он может проявить себя, ну, более агрессивно. Тем более, что вот эти призывы к здравомыслю, к остановке войны, к тому, что Папа Римский назвал политикой белого флага. Они не возымели какого-то воздействия серьезного на руководство Украины. И все разговоры по поводу мирных переговоров, остановки войны воспринимаются как продвижение интересов России. Это ошибка, безусловно, вот, потому что Путин наращивает производство вооружений, очень серьезно, потому что у Путина вот теперь развязаны руки после окончания этого избирательного цикла. Вот, и, ну, пользуясь моментом, он может начать агрессивные действия, в общем, даже, видимо, несравнимые с тем, что было в начале войны. Вы имеете в виду ядерную угрозу? Нет, я имею в виду военные действия, военные действия, которые могут привести к потере еще больших территорий Украины. То есть вы думаете, что он сейчас как бы сознательно себя сдерживает из уважения к Украине? То есть раньше он этого не сделал просто потому, что у него были связаны руки, или как? Я вот хочу понять этот момент. Ну, по многим причинам он раньше этого не делал. Понимаете, вся эта война – это результат договоренности между ним и демократической администрацией. В этом теперь нет сомнений. И в соответствии с этой договоренностью мы предполагаем, допускаем, что могла быть оккупирована вся Украина. Во всяком случае, ее столица, Харьков, там еще какие-то области. На Украину наступали войска, в их составе была Росгвардия с дубинками. Это известный факт. Они предполагали, что демократическая администрация обеспечит им легкую победу. Что они так же, как в 2014 году вошли в Крым, так же они войдут в Киев. И предполагали, что у Украины нет армии. И вот эти агентурные сети, которые существуют, российские агентурные сети, они в этом помогут. Они рассчитывали, что им очень сильно поможет позиция Соединенных Штатов, которые демократической администрации, которые сдерживали союзников Украины. Напомню вам, что попытка поставить оборонительное смертельное оружие, правда, из Великобритании, привела к тому, что оно было заблокировано. В Великобритании запретили по земле поставлять это. Запретила НАТО, запретила Германия. А когда Польша начала активные действия в поддержке Украины, ну, все то же самое было отказано в компенсационных поставках для Польши, там вот танков, например, не говоря уже об остальном оружии. То же самое со странами Балтии. Они испытали, ну, беспрецедентное давление со стороны НАТО, со стороны демократической администрации. При этом Байден произносил, ну, великолепные слова о поддержке Украины, но де-факто, так сказать, в жизни делалось, ну, все прямо противоположное. Поставка, вот эта микроскопическая поставка оружия, капельная, ее там по-разному называют, вот, она все-таки осуществлялась именно потому, что иначе это был бы конфликт между двумя частями НАТО, восточным НАТО, куда входят Польша, страны Балтии и западным НАТО, которые контролируют Соединенные Штаты. Вот, если бы не жесткая позиция Польши и стран Балтии, Украина была бы давно уже захвачена, конечно, Путина. То, что он может продолжить вот этот процесс агрессивной оккупации и захвата Украины, ну, мы, по крайней мере, должны учитывать такую возможность. Если мы проанализируем его действия, ну, ясно, что вот это массовое производство оружия, которое превышает по темпам производство оружия в Соединенных Штатах, но оно осуществляется не для складов, оно осуществляется для ведения войны. Война может быть продолжена, это очень опасно. Дмитрий Анатольевич, я понял вашу позицию. Спасибо, что уделили время. Спасибо. Спасибо.